физкульт привет друзья случается что в игре в нашей всеми любимой появляется разные новые танки и нации разработчики постоянно вводят в игру что-то новое развивая ее в положительную или отрицательную сторону и всегда есть довольные и недовольные без этого как бы никуда ну а теперь давайте обо всем по порядку в патче 9.17 выпустили шведскую ветку подгадав при этом под новый год и новогодние плюшки акции влились во всю эту кутюрьму очень жизненно и реально выглядит как и должно быть но если посмотреть когда вы такое видели чтобы wargaming делал такую беспринцедентную акцию и раздавал практически пол ветки бесплатно а бесплатный сыр у нас сами знаете где бывает параллельно с этим напоминаю вам о влитом свободном опыте до восьмерки к примеру 250 тысяч плюс прем танк 6 уровня еще до выхода самой ветки и приближающийся прем пт 8 левела стрв с 1 да еще и экипаж нам подарили кто качает шведскую ветку пт уже понимает о чем я говорю данные танки абсолютно неиграбельны в сегодняшних реалиях нашей игры вся ветка очень зависимо от команды карты и с этапа врага именно поэтому шведов дают нам практически даром и несмотря на то что официальный форум игры уже звенит от злостных высказываний по этому поводу ни один из топовых вододелах не говорит об этой проблеме вслух сейчас скажут все да они продались и так далее не знаю и говорить этого и даже предполагать не буду но факт в том что вслух по этой теме сейчас никто не говорит а надо бы задаваясь вопросом зачем в г выпустили заведомо плохую ветку шведских пт и очень посредственную ст тт я честно говоря не могу найти на это никаких логичных ответов кроме выравнивания баланса так как сегодня в игре очень много сильных топов типа чешской ветки ст и немецкого гриля которые не так давно вышли вполне возможно что именно в этом и была идея разбавить рандом кактусами когда вводили шведскую ветку пт напомню речь шла о том что будут отменять правила двух и трех калибров потом это дело как-то затухло и об этом больше не говорили сказав что пока ничего менять не будут хотя ходят слухи что был скрытый об шведских пт именно на них именно у топа это правило отменили но честно говоря как-то я не сильно в это верю то есть получается что у нас как бы в голове это отложилось что отменяют правила двух и трех калибров но на самом деле этого же не случилось но игроки все же начали качать эту ветку сегодняшних реалиях все танки до восьмого уровня являются абсолютными кактусами среди пт шведская пт уд с восьмого уровня которая как бы должна уже нагибать живет до первого засвета и потом лопается как мыльный пузырь то есть продиктована явная кустовая игра а как я и говорил ранее сегодня в реалиях рандома и карт которые у нас существуют довольно редко удается реализовать подобную игру при засвете танку нужно быстро уйти из позиции но сделать это быстро он не может считаем 3 секунды за свет загорелась лампочка плюс 2 секунды на выход из осадного режима ну и собственно пару секунд на реакцию человека в результате никуда и никто не в состоянии скрыться на данных агрегатах за 8 секунд тысячу хп уходит мгновенно так как никакой брони у танка нет в результате мы имеем абсолютно неиграбельную ветку с разводом от разработчиков на свободный опыт которые влили игроки прям технику которые не купили ну и собственно все друзья мои сегодняшних реалиях шведская ветка пт выглядит именно так разработчики сделали все чтобы вы качали ее дали бесплатную технику экипаж и тому подобное лишь бы все это пошло в народ так сказать если варгейминг не начнет что то делать уже сейчас массовая война уже будет не избежать и как бы не случилось того что когда-то произошло с суперпершингом напомню его так понерфили что игрокам возвращали голду за этот танк делайте выводы и принимайте решения мне лишь хотелось высказать свои наблюдения и осветить ситуацию ведь это мой долг и задачи перед сообществом с вами был гагер ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал до новых встреч и пока пока а